Это программа «День с толком» в студии Мария Мацаева. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в Ютубе. Коротко о главных темах выпуска. Больше 70 ям жители Тольменского района массово требуют восстановления дороги, разбитой лесовозами. Задача больше 2,5 тысяч двигателей. Барнаул Транспаш увеличит производство по гособоронзаказу. Готовьте палочки. Мастер-класс по изготовлению суши прошел в Барнауле. И начнем наш выпуск с довольно необычного, неприятного инцидента. Сегодня утром в Барнауле пожилому пассажиру автобуса зажало голову дверями. По словам очевидцев, это случилось в 9.15 в автобусе 20 маршрута. Люди увидели, как двери зажали голову пенсионера. К счастью, водитель быстро сориентировался и открыл двери, после чего мужчина смог выйти на остановку. Пострадал ли он и насколько сильно, экипаж автобуса не стал проверять, а просто дальше двинулся по маршруту. К слову, в социальных сетях барнаульцы все чаще жалуются на работу 20-го автобуса. Не так давно они писали, что интервал прибытия этого транспорта увеличился с 7 до 20 минут. Из-за чего автобус приезжает переполненным и происходит давка. И к другим темам. Жители Тольменского района массово требуют восстановления дороги. Ее, по словам людей, напрочь разбили грузовики, точнее, груженые до отвала лесовозы. Они в последние дни до введения ограничений для большегрузов ездили один за одним. Сегодня дорогу отсыпали, но временная мера не устраивает сельчан. Они настаивают на полноценном восстановлении дороги. В проблеме разбиралась Валентина Аскерова. Тоже такие ямы. С этой стороны вообще проехать невозможно будет, потому что здесь все провалено. Как по волнам, только не по морским, а по дорожным. По словам жителей Тольменского района, груженые машины, лесовозы напрочь разбили проезжую часть. За два дня, 30 и 31 марта, до введения ограничений на проезд большегрузов, дорога от Кашкарагаехи до села Зайцево превратилась в решето. Жители не поленились, подсчитали на участке в 15 километров 71 яма. Вот что осталось от дорожного покрытия. Огромные куски асфальта, которые сегодня валяются вдоль обочины. Многие водители остались без колес, подвесок, пластиковые защиты. Уродовали всю дорогу буквально дня за два, потому что я в первый день поехала. Все нормально было, две ямки было. Ехала обратно нормально, на следующий день я поехала, у меня уже глаза на лоб повлазили. Ехать вообще невозможно, потому что дорога ужасная. Так Галина Лобышева лишилась двигателя. Поездка по разбитой дороге обошлась ей в 110 тысяч рублей. Я позвонила непосредственно человеку, который возил по данному направлению лес, лесовозами, в 4 дня подряд. Так как он торопился, потому что дорогу у нас должны были закрыть 1 апреля, он по максимуму отправил все свои силы, все свои машины, все свои лесовозы, сколько было, наверное, максимально возможно. Не думая о людях, не думая о последствиях, что будет с дорогой, он просто ее всю разрушил. Женщина из Кашкарагайхи просто занялась этим вопросом, она сидела и ровно за час она насчитала 15 лесовозов. 1 апреля на межпоселковой дороге появились знаки ограничения в 10 тонн. Однако уже поздно, ранее фуры в 35 тонн, говорят люди, разнесли дорогу в пух и прах. После волны негодования проезжую часть отсыпали. Но людям этого недостаточно. Они требуют от предпринимателя полного восстановления дорожного покрытия. Я такое имею в виду отношение вообще к дороге? Но вот жители говорят, что лесовозы ваши ее разбили. Ну понятно все с вами. Быстро и хорошо. Это дороги у нас в ведении дорожников, то есть на их балансе. Краевых. Краевых. Соответственно, это ремонт только они осуществляют. На балансе ни администрации района, ни администрации сельсовета дороги не стоят. Соответственно, денег на ремонт не заложено, никто не выделяет. Сейчас местная администрация готовит официальное обращение к краевому профильному ведомству. В Министерстве транспорта, между тем, нам пояснили, что в курсе разрушения асфальтового покрытия. Но в планах на капитальный ремонт эта дорога в этом году не значится. Единственное, что ждет в этот сезон проезжую часть – ямочный ремонт. Сельские жители настаивают на том, чтобы привлечь к ремонту дороги еще и того, кто ее разбил. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. А вот в Барнауле начали обследовать дороги, отремонтированные по нацпроекту. Всего таких 275 километров. 140 все еще на гарантии. Две группы специалистов будут ежедневно в течение апреля делать обход дорог. Комиссия начала с оживленных улиц – Мамонтово, Аванесово, Зминогорского тракта. Какие дефекты выявляют и когда планируют их устранить – в нашем материале. Шаг за шагом члены комиссии осматривают улицу Мамонтово. Ее ремонтировали по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 2019 году. В целом зиму дорога пережила хорошо, но недочеты есть. Недочеты, которые связаны в том числе с эксплуатацией тяжеловесных грузов и интенсивностью движения. То есть это небольшой ямочный ремонт, где-то небольшие просадки после зимнего периода. В принципе, работы не такие большие, как бы не сильно затратные. К сожалению, в этом году погодные условия сложились так, что частые переходы между нулем. То есть днем около 1 градуса, в ночь минусовая температура. И тут вытаивший снег, вытаившая вода забивается в поры, ночью замерзает, расширяет покрытие. И поэтому в этом году наблюдается в большей степени именно таких локальных участков по разрушению асфальтобетона. Всего восстанавливать дороги по гарантии будут 7 подрядчиков. Некоторые уже приступили к работам по ремонту, не дожидаясь итогов обследования. Две рабочие бригады одновременно работают в разных районах города. К примеру, асфальтобетон восстанавливают у колодцев на Зминогорском тракте, Аванесова, проспекте Ленина. Пока используют технику холодного асфальта. Горячие начнут применять, когда среднесуточная температура стабильно будет в районе 5 градусов тепла. Кстати, в рамках национального проекта в этом году планируют отремонтировать и построить 13 участков дорог. Это наиболее, скажем, на сегодняшний день такие разбитые улицы, по которым было много обращений. Ну и которые в рамках диагностики показали необходимость выполнения ремонтных работ. Среди таких улиц Гридасова, Звездная, 9-й заводской проезд, Водопроводная, Радужная. В середине апреля должны определиться подрядчики на проведение работ, а в начале мая к ним планируют приступить. Татьяна Голубева, Денин, Столком. В Бийске разыскивают мобилизованных, которые самовольно покинули военную часть. Речь идет о 40-летнем Александре Табакаеве и 35-летнем Артеме Вдовиченко. Как отмечают военные комиссары, мобилизованные ушли из части независимо друг от друга и не предупредили руководство. На связь они не выходят и не отвечают на звонки. По адресам проживания военнослужащих тоже не нашли. Родных и близких просят сообщить военкомат о местонахождении пропавших. И к другим темам. Казармы Барнаульского юридического института собираются реконструировать. Стартовая цена тендера составила почти 23,5 миллиона рублей. Но пока руководство учреждения не может найти подрядчика для выполнения работ. Старинное здание казарм стрелкового полка в центре Барнаула построили в 1905 году. Сегодня оно является объектом культурного наследия. С течением времени на фасадах появились серьезные повреждения. Их-то и нужно будет устранить подрядчику. По проекту также требуется провести внутреннюю перепланировку, полную отделку помещений и реконструкцию крыши. На окнах планируют установить пулестойки, жалюзи, ролеты с защитой от взлома. Примечательно, что это уже не первая попытка отреставрировать казармы Бюи. В прошлом году власти объявили отдельные тендеры на ремонт кровли и внутреннюю отделку, но подрядчиков так и не нашли. 4 миллиарда рублей за три года планируют направить на обновление парка станков, выстраивание логистических цепочек на предприятии Барнаул Трансмаш. Об этом сегодня сообщил губернатор Виктор Томенко, который приехал на завод, где производят двигатели для военной техники. Чтобы предприятие работало гораздо эффективнее, чем раньше, требуется также увеличить численный состав его сотрудников. Кстати, положительные сдвиги в этом направлении уже есть. Подробности в нашем видеосюжете. Барнаул Трансмаш Барнаул Трансмаш разрабатывает и производит специализированные дизели и дизель-генераторные установки для Минобороны. Инвестиционная программа, которую разработали на предприятии, должна помочь выйти на еще более высокую производительность труда. К 2024 году здесь ставят задачу делать более 2,5 тысяч дизелей. С началом спецоперации производство увеличили по гособоронзаказам. Но людей не хватает. На данный момент больше тысячи человек, хотя подвижки в этом направлении есть. В последнее время на заводе приняли 853 сотрудника. Алексей здесь уже полгода. Перешел с другого предприятия. Меня здесь с работы товарищ. Он позвал. Сказал, завезли новое оборудование. Условия здесь лучше. А зарплаты? Ну, нормальные, если сработают. Отправивается. Кстати, зарплата на предприятии выросла еще в 2022 году, причем на 23%. В конце года она составила почти 60 тысяч рублей. В 2023-м ее снова планируют поднять. В среднем еще на 10 тысяч. Виктор Томенко поинтересовался у рабочих, довольны ли они условиями труда. И ответ прозвучал положительный. Губернатор поделился с коллективом и тем, что накануне принимал участие в заседании президиума госсовета, где обсуждали развитие промышленности. Наши предприятия сегодня наращивают и наращивают объемы производства промышленные прямо, я бы сказал, в разы в некоторых ситуациях. И то же самое уже делает и еще предстоит сделать здесь Барнаул-Трансмашу. Для этого надо решить огромное количество вопросов. Ну, сегодня наш завод, сегодня часть большого Ростеха, понятно, вопросы инвестиций определены. Больше 4 миллиардов за три года будет вложено. Виктор Томенко еще раз напомнил, что продукция завода сейчас очень востребована и надеется, что большой опыт предприятия и его традиции позволят выполнить планы, которые страна на него возлагает. Татьяна Голубева, Александр Антропов, День с толком. Слушатели президентской программы посетили одно из крупнейших предприятий Барнаула. Они оценили производственную базу завода и обсудили актуальные для бизнеса проблемы. Тему продолжит Дмитрий Дроздов. Президентская программа управленческих кадров действует уже четверти века. За это время почти 2000 руководителей из разных сфер от органов исполнительной власти до энергоотрасли смогли повысить свою квалификацию. Главная задача госпрограммы – решение проблем бизнеса. Для этого используют разные способы – деловые игры, экскурсии на объекты и стажировки на зарубежных предприятиях. Первый этап – это образовательная часть, вторая часть – это стажировки. До 2020 года стажировки у нас проходили в странах Европы. Это Германия, Франция, Норвегия, Нидерланды, была в том числе Япония. Конечно, с прошлого года география стран поменялась. Сейчас это страны Беларусь, Турция, Иран. Гости Барнаульского завода познакомились с технологией производства слабоалкогольных и безалкогольных напитков. А в ходе круглого стола обсудили систему контроля качества, подготовки кадров и обменялись бизнес-идеями. У некоторых представителей, участников президентской программы есть интерес выращивать, допустим, хмель для пивоварения у нас в Латайском крае. И людей эта тема очень интересует. Она актуальна и для нас тоже. Возможно, и в будущем заряжется какое-то партнерство. С течением времени и подходы менялись, внедрялись в новые практики. Сначала ушли от формата, как традиционная передача знаний, формат лекций, семинаров. Больше сейчас интерактивные вещи. Начиная с потом, это перешли к игровым, всяким таким схемам, деловые игры. Барнаульский пивоваренный завод – одна из площадок для участников президентской программы. Ее в свое время закончили и действующие руководители предприятия. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. Приготовить суши и роллы своими руками, а также составить сеты из них смогли сегодня студенты Алтайской академии гостеприимства. В последнее время растет потребность в поварах с узкой специализацией. В академию обращаются руководители ресторанов, а также организации по доставке еды с просьбой направить студентов на практику и даже трудоустроить их. Повышенный спрос на повара-сушиста фиксируют и на порталах по поиску работы. К тому же большой интерес к этой профессии проявили и сами студенты Академии гостеприимства. С огромным удовольствием записались на мастер-класс. Провел его специалист с 12-летним стажем Дмитрий Курочкин – бренд-шеф сети ресторанов. Он рассказал ребятам основы приготовления и особенности блюд паназиатской кухни. То есть такой, какая предполагает смешение кулинарных традиций нескольких азиатских стран. Затем участники мастер-класса и сами занимались процессом готовки. С первого раза, первый раз в жизни, с первого раза скатали ролл. Очень хороший, очень красивый и очень одаренные студенты. У жителей края открылись новые шансы для того, чтобы стать кинозвездой. В нашем регионе скоро будут больше снимать фильмов, отбирать местных актеров и работать с местными кинокомпаниями. А все благодаря тому, что край присоединился к проекту «Кино России». Его цель – создать условия для развития отечественного кинопроизводства. Соглашение о вступлении в Ассоциацию продюсеров кино и телевидения накануне подписал генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов и губернатор края Виктор Томенко. В проекте «Кино России» участвует уже больше 20 регионов. С ними и сотрудничают известные российские режиссеры и продюсеры. Такое взаимодействие положительно влияет не только на развитие отрасли, но и экономику региона. Съемки фильмов и сериалов повышают туристическую привлекательность и создают новые рабочие места на период съемок. Наш край связан, конечно, с такими именами, как Иван Пырьев, Василий Шукшин, Владимир Хатиненко, Нина Усатова и многими-многими другими. Учитывая природу, исторические, знаете, целый набор разных локаций, в принципе, в свое время в Алтайском крае были сняты интересные фильмы, которые наши российские, советские, которые всем, я думаю, что у всех наслухуют. Сейчас в Алтайском крае разрабатывают план развития регионального кинематографа на ближайшие 10 лет. В конце прошлого года создали специальную комиссию, которая занимается привлечением кинокомпаний к съемкам фильмов и сериалов на территории нашего края. Кроме того, ввели систему так называемых ребейтов. Регион будет возмещать до трети затрат на производство фильмов тем компаниям, которые выберут алтайские локации. На это в бюджете заложено 10 миллионов рублей. Мы очень рады, что каждый год у нас таких субъектов становится больше, кто заинтересован в развитии кинопроизводства, присоединяется и реализует у себя все условия для развития киноребейтов. Потому что считаем, что будущее экономики, экономики городов, регионов как раз за формирование таких творческих точек роста, за развитием креативной экономики, креативных производств. Алтайский оркестр русских народных инструментов «Сибирь» покоряет столицу. Вот уже несколько дней длятся его гастроли в Москве. Исполнители выступили в Международном доме музыки и в концертном зале Российской академии имени Гнесиных на фестивале современной музыки. Сегодня финальный концерт перед военнослужащими в Центральном госпитале имени Вишневского. Подробнее об этом в нашем сюжете. А складбище с горы далеко-далеко видел отрезок. Это строки из эссе Шукшина, его воспоминания о деревне Сростке. Ностальгическую атмосферу передает Алтайский оркестр русских народных инструментов «Сибирь». Особенно, когда еще ты говоришь устами Василия Макарьевича Шукшина, у которого каждое слово что-то значит. Оно одновременно и простое, и смысловое. И, в общем, я стараюсь донести мысль. Отвечай на вопрос. Испытал удовольствие. В первом отделении также звучали воспоминания о малой родине от Михаила Калашникова, Германа Титова, Роберта Рождественского и Валерия Золотухина. А после оркестр аккомпанировал уже певцам. На грозный бой, на последний бой, Россия благослови. Иван Немченко выступил в Кубанском казачьем хоре. Однако с Алтайским оркестром «Сибирь» знаком не понаслышке. Спеть с оркестром «Сибирь» – это дорогого стоит. Но для меня это, конечно же, глубокие, теплые воспоминания, когда еще был студентом в Алтайской государственной академии. Я пел с ними. И спеть снова – это, конечно, подарок такой для души, для сердца. Подарок для души получили столичные зрители. Они были приятно поражены уровнем и красотой исполнения. Недаром Алтай переводится как «Золотые горы» вроде бы, да, с казахского языка. Но привезли не просто «Золотые горы», а платиновые. И настолько россыпь вообще художественного слова, инструментов. Все в такой гармонии невероятной. Я прям запах даже Алтая почувствовала. Накануне оркестр «Сибирь» представил программу в концертном зале Академии имени Гнесиных на 20-м всероссийском фестивале-конкурсе «Музыка России». Выступления исполнителей высоко оценили гостей и этого учреждения – визитные карточки отечественного музыкального искусства. Завершились гастроли с Сибири уже не на сцене. Последний концерт столицы артисты дали военнослужащим в Центральном госпитале имени Вишневского. Мария Мациева, Данил Кузнецов. День с толком. Мария Мациева, Данил Кузнецов. День с толком.